всем привет друзья приглашаю вас в новое мотивационное видео сегодня будет много домашних дел которыми я как правило занимаюсь в первой половине дня хочу помыть окна с помощью своего нового помощника вместе с вами немного преобразим детскую комнату и вторая часть видео будет посвящена тому как я собирала праздничный стол к дню рождения нашего среднего сына в общем видео будет очень насыщенным всем желаю приятного просмотра сегодня мои утренние дела начинаются со стирки мне нужно постирать белые вещи и белые вещи я всегда предварительно замачиваю замачиваю я в кислородном отбеливателе в пергарбонате натрия и чтобы его активировать его нужно залить кипятком здесь вот такие гранулы я на эту ванночку эта ванночка языке выливаю как правило 45 чайников кипятка и немного еще разбавляю самой горячей водой из-под крана таким образом отбеливатель активируется и чем дольше вещи будут лежать тем лучше отойдут все загрязнения и тем белое белье будет белее у меня как правило вещи замачиваются три-четыре часа затем я все отжимаю перекладываю в стиральную машинку и стираю при температуре 60 градусов вообще я из тех хозяек которые редко что-то в стиральную машину кладут без замачивания без застирывания я либо белое белье замачиваю либо цветное белье я застирываю какие-то пятна потому что если я сразу положу в стиральную машинку то у меня обязательно что-то не отстирается сегодня я решила помыть окна на кухне и на лоджии с помощью моего нового помощника здесь я попыталась вам показать что окна у меня не особо чистой и кроме того они у нас еще и грязные изнутри потому что дети постоянно их заляпывают своими ручонками на кухне там может что-то отлететь в окно в общем сами понимаете дети поэтому окна я хочу помыть как изнутри так и снаружи я вам летом как-то рассказывала что задумывалась о приобретении робота-мойщика окон но переживала что он будет много занимать место потому что я сейчас стремлюсь к минимализму но все-таки я решила что он должен появиться в нашем доме потому что он сильно освободит мои руки и мое время я остановилась на роботе-мойщике volmer v600 ультработ приходит робот-мойщик вот в такой аккуратной коробочке и кстати он уже готов к работе здесь уже надеты насадки из микрофибры единственно его нужно подключить к адаптеру питания в комплекте к роботу идут страховочный трос 2 запасных крепежных диска пульт управления плюс 2 батарейки к нему уже в комплекте 12 дополнительных салфеток из микрофибры плюс две салфетки уже надеты то есть всего салфеточек 14 штук и хватит их надолго даже здесь удлинитель провод к адаптеру питания и сам адаптер емкость для переливания воды или средства для мытья стекол и очень понятная и подробная инструкция я наливаю в емкость воду но также можно добавить средства для мытья стекол и разбавить водой в пропорции 1 к 5 затем из емкости переливаем воду в резервуар который находится под крышкой робота подсоединяем сам робот к адаптеру питания когда я мыла окна на кухне я не использовал удлинитель потому что у нас розетки здесь располагаются на подоконнике затем когда я пришла на лоджию там я уже использовал удлинитель потому что у нас там окна достаточно высокие и их много прижимаем робот к стеклу нажимаем кнопку включения и робот начинает работу очень удобно что и можно управлять с пульта выбирать режимы вверх влево вправо если робот на автоматическом режиме то вода будет распыляться каждые 10 секунд и также можно перевести в ручной режим нажимать кнопку и при каждом нажатии кнопки вода будет распыляться тогда когда вам нужно очень важно чтобы страховочный трос и провод питания свободно свисали нигде не застревали чтобы обеспечить свободный ход роботу и другой конец страховочного троса нужно закрепить за какую-то стационарную неподвижную конструкцию чтобы на всякий случай если вдруг робот упадет то страховочный трос предотвратит его падение ребят я начала мыть окна с вечера но у нас пошел дождь потому что сейчас октябрь и я уже продолжила мытье окон на следующий день и знаете это действительно очень удобно что ты можешь отдыхать грубо говоря лежать на диване робот будет за себя мыть окна и делать это можно в любое время года потому что раньше считалось что обычно мы моем окна летом но сейчас мне кажется с таким помощником уже какой сейчас сезон за окном не так уж и важно я сначала помыла окна изнутри конечно тут наш малыш не остался равнодушным к такой игрушки активно принимал участие в мытье окон мыла я от всех следов пальчиков но потом уже поставила робот работать снаружи здесь я уже перебралась на ложу показываю вам тоже какие грязные здесь окна у нас здесь окон много целых семь штук и конечно если вручную мыть то это будет очень долго и энергозатратно и очень удобно что у робота волмер длинный шнур пять с половиной метров поэтому робот можно спокойно прикреплять к стеклу и быть уверенным что длины шнура хватит у робота-мойщика системы бесперебойного питания 30 минут то есть если вдруг отключат электричество то робот продержится еще 30 минут и кнопка будет мигать красным цветом конечно для тех кто живет на высоких этажах робот-мойщик окон это особенно актуально потому что таким образом снижает риск для вашей жизни для вашего здоровья и мне кажется что робот-мойщик это отличный вариант для пожилых людей потому что с возрастом тяжелее становится делать работы связанные с высотой поднимать руки мне кажется даже в подарок приобрести для бабушки для дедушки это будет отличный вариант робот-мойщик может мыть не только окна но и другие поверхности например плитку зеркало фасады можно например отправить его убираться в ванную комнату прикрепить к плитке и пока вы будете отдыхать он там будет наводить чистоту в общем ребята я осталась очень довольна и честно говоря пожалела что не приобрела его раньше но лучше поздно чем никогда и здесь специально для вас показываю сколько собрал он грязи какие у меня были грязные стекла так что если вы хотите экономить свое время или если вы боитесь мыть окна если вы живете на высоких этажах в общем если вы задумываетесь о приобретении робота-мойщика окон я внизу под видео оставлю ссылочку на эту модель робота но я продолжаю свои утренние дела мне нужно погладить несколько рубашек мужа на работу и также нужно погладить постельное белье рубашек у меня на неделе как правило пять штук мужа на работу и также я глажу сыну в школу рубашки единственное ему рубашек поменьше потому что он может носить одну рубашку два дня а муж меняют рубашки каждый день у меня своя система глажки рубашек я начинаю с рукавов потом перехожу к спинке к передним частям и самые мелкие части манжеты воротничок я глажу в последнюю очередь хотя мне писали в комментариях что по правилам наоборот нужно начинать с самых мелких частей но мне кажется что тут кому как удобно и еще хотелось сегодня обсудить с вами такую интересную тему поговорить про лень у нас недавно с мужем состоялся такой забавный разговор я уже не помню с чего началось но в какой-то момент я задала мужа вопрос считает ли он себя ленивым он как-то так задумался а потом я его спросила а считает ли он меня ленивый и он немного подумал и сказал что да он считает меня ленивый я конечно сделала вид что обиделась спросила почему он считает меня ленивы потому что я себя лениво не считаю но потом я стала думать может быть действительно я лентяйка хотя мне кажется что в течение дня я делаю много разных дел но я думаю что действительно в каких-то моментах я бываю ленивы знаете у меня есть такая черта она наверное называется прокрастинация когда ты откладываешь какие-то дела на потом ищешь какие-то отмазки что вот там ты устала ты переделала столько дел и долго собираешься с мыслями но потом уже когда тянуть больше никуда нельзя ты все-таки это делаешь вот такой момент да у меня все-таки присутствует и муж мне привел пример вот горит и все никак ребенка не можешь записать на кружок у меня есть такой момент что касается компьютера я очень долго могу откладывать какие-то дела на нем так что да вот такой интересный разговор у нас состоялся конечно на самом деле я не не обиделась просто появились какие-то мысли для размышления и мне кажется что наоборот наверное хорошо даже когда домашние делают друг другу какие-то замечания чтобы мы становились лучше потому что там на улице где-то на работе да или знакомые друзья не всегда нам могут сказать в силу там воспитания чтобы не поругаться не испортить отношения а все-таки близкие могут на что-то открыть глаза хочу вам показать обновление в нашей спальне я уже в своем телеграм-канале показывала их кто не подписан еще подписывайтесь ссылочку оставлю под видео у меня появилось вот такое шикарное кресло я заказывала его на озон оно такого очень приятного серо-голубого цвета и мне кажется что идеально подходит под обои в полосочку в общем у меня получился здесь такой уютный уголок единственный момент здесь у нас балконная дверь и кресло немного мешает проходу и она к сожалению не залезает под письменный столик на что столик небольшой невысокий но если дверь закрыта то смотрится все очень симпатично продолжая свои дела сегодня я хочу немного преобразить детскую комнату и я купила вот такие чехлы на диван я заказывала их на валбер здесь комплекте идет два чехла они размером 90 на 160 сантиметров у нас как раз диван угловой поэтому для нас два чехла это оптимальный вариант я на самом деле не люблю когда на диванах лежат чехлы но с детьми по-другому никак здесь я вам показываю как сейчас все смотрится конечно не очень я попыталась застелить какими-то пледами потому что у меня здесь старший сын обязательно сидит с котом все в кошачьей шерсти плюс дети здесь часто за просмотром мультиков едят какие-то печеньки пьют сок конечно я бурчу хочу чтобы они делали это на кухне но дети есть дети не запретишь все равно они все туда тащат поэтому без чехлов никак старые пледы я отправила в стирку и показываю вам вот сколько здесь крошек есть даже пятна на чехле от подушки я этот чехол сняла хорошо что он съемный и на следующий день его постирала потому что в этот день как вы поняли у меня была стирка белых вещей сначала собираю все пылесосом но пылесос он собрал какие-то основные крошки основной мусор а вот что касается шерсти пылесос особо не очищает нужно либо липким роликом но этих липких бумажек нужно будет очень-очень много у меня есть вот такая щетка она идеально подходит для удаления шерсти от животных я уже неоднократно в своих видео рассказывала про эту щетку заказывала я ее на валберис там много разных вариантов этой щетки можно заказать если вам интересно какую я конкретно заказывал то пишите комментарии я вам оставлю артикул когда чистишь такой щеткой то самое главное движение совершать вперед-назад тогда щетка все отлично будет собирать то что я когда первый раз пользовалась не знала и чистила только в одну сторону но это неправильно и там сзади есть контейнер в который и собирается вся шерсть и весь мусор если не знаете как похудеть каждый день чистите диван от кошачьей или собачьей шерсти вот эта щетка это самый эффективный способ я просто сейчас вся вспотела это такое сжигание калорий если реально с усердием чистить остались там немножко маленькие волоски но я думаю что еще потом пару раз когда покрывала буду стирать пройдусь и все будет нормально я потратила на это не знаю наверное наверное минут 40 но полчаса точно короче классная штука и сейчас застилаю чехлы они конечно по размеру немного больше чем размера нашего дивана но я постаралась как можно аккуратнее все завернуть подвернуть и вы знаете у них покрытие такое как бы велюровая конечно она тоже будет собирать и мусор и шерсть но в любом случае гораздо проще чехлы почистить постирать отправить их быстренько в стирку чем потом заморачиваться с чисткой дивана немножко я не угадала с цветом но там вариантов потемнее к сожалению не было поэтому взяла то что я в этом случае мне кажется что стало лучше чем было камера не совсем передает свет на камере получается чуть более теплый оттенок чем есть на самом деле и вы здесь видите рядом с диваном стоит новая детская кухня это кухня серии дутик из икеа в общем мы на день рождения родионы решили подарить ему кухню купить именно из икеа поскольку икеа сейчас закрыта мы через авито нашли кто продает такие кухни я так поняла что люди занимаются привозят откуда-то из-за границы то есть это не то что там у кого-то одна кухня завалялась у них там целый склад несколько кухонь было в наличии конечно стоит это не дешево мы эту кухню приобрели за 12 тысяч рублей хотя сейчас на сайте она стоит 8 тысяч рублей но у нас родион наверное год мечтал о такой кухне поэтому все-таки мы решили на день рождения на первый юбилей 5 лет ему ее приобрести у нас осенью начинается череда дни рождений и все мои трое сыновей были рождены осенью родионов октябре а лев и роман в ноябре так что дать не рождение у нас идут друг за другом и я стараюсь на каждый день рождения украсить комнату шарами растяжками чтобы было ощущение праздника мне кажется что для детей это очень важно родион у нас очень любит готовить он очень любит мыть посуду он очень любит помогать мне на кухне он всегда меня просит мама оставь мне посуду оставь несколько тарелочек чашечек я помою он вообще такой сам по себе очень аккуратный любит все красиво расставлять любит всем готовить любит всех угощать в общем нравится ему играть в повара день рождения у родиона был на неделе а на выходных мы дома собирали самых близких родственников чтобы немного в семейном кругу отпраздновать день рождения и как раз в этом видео хочу показать вам как я собирала праздничный стол я решила самый последний момент приготовить селедку под шубой салат хотя на самом деле не планировала я его готовить здесь я вам показываю все что понадобится для его приготовления вообще салат селедка под шубой у меня очень любит муж это его самый-самый любимый салат я думала что я быстренько его приготовлю потому что ну что тут такого сложного сварить овощи быстренько все натереть уложить слоями и все но во первых у меня не было обычной терки у меня вот такая супертерка, ее заказывала муж, наверное, полгода назад, она там с разными насадками, и вот что касается обычной терки, как-то мне показалось не очень удобно, но да ладно, все-таки я натерла картофель, сразу решила подготовить несколько компонентов, нарезаю лук, лук я не обвариваю кипятком, потому что я знаю, некоторые так делают, чтобы лук не горчил, но мне все-таки нравится привкус лука в сочетании с селедкой, единственное, я добавила не весь лук, я где-то половину оставила, чтобы уж так не совсем был термоядерный салат, и я решила себе все-таки упростить задачу, я в магазине купила готовое филе селедки, обычно я покупаю целую селедку, три штуки, наверное, часа два я с ней вожусь, чтобы все почистить, но у меня было очень ограничено время, потому что мне нужно было вечером бежать за Ордионом в детский сад, конечно, то, что было готовое филе, наверное, часа полтора сэкономило, я, конечно, переживала, что готовое филе, оно будет не такое вкусное, оно будет более сухое, но нет, ребят, я зря переживала, селедка, филе тоже очень вкусное, укладываю все слоями, я делала на вот такой большой тарелке, и плюс я еще делала большой контейнер, потому что тарелку я ставила на стол, и на всякий случай сделала в контейнере, думала там, если мы за столом все съедим, то будет еще в контейнере, либо потом мужу персонально будет этот контейнер. У меня муж очень любит, когда селедка под шубой сочная, когда там много майонеза, а я наоборот, не очень люблю, когда много майонеза, но я постаралась найти такую золотую середину, единственное, я сначала выдавливала майонез через, ну, вот обычное отверстие, а потом я додумалась все-таки надеть пакет, проделать там маленькую дырочку и делать такую паутинку из майонеза, и, конечно, когда тоненько выдавливаешь майонез, то, в принципе, и уже размазывать не обязательно, и мне кажется, что селедка так получается вкуснее и сочнее. Я, когда готовила этот салат, сразу вспомнила про Новый год, мне кажется, что у меня получилась такая репетиция готовки перед Новым годом, потому что, мне кажется, салат селедка под шубой это уже наравне с оливье, традиционное блюдо на новогодний стол. Украсила я салат натертым яичным желтком, у меня есть формочки, звездочки, сердечки, и с помощью этих формочек вот так вот все получилось. На следующий день я готовила пюре, мне кажется, что гарнир в виде пюре – это идеальный вариант, если за столом будут дети, и пюре я всегда взбиваю миксером, то есть я его сначала растираю, а затем взбиваю миксером, оно так получается более воздушным, более нежным. И также я делала бутерброды, у меня была одна тарелка бутербродов с красной рыбой, и вторая тарелка была с красной икрой. Я взяла белый хлеб, немного его посушила на нашем гриле, можно посушить просто на сковородке, намазала маслом сливочным, и затем уже выкладывала либо икру, либо рыбу. Бутерброды, конечно, получились очень вкусными, я обычно и на Новый год тоже такие бутерброды делаю. Ребят, на горячее в тот день у меня должна была быть красная рыба, форель или семга, но у меня произошла небольшая накладка с духовкой, мы не успели ее с мужем потестировать. Я говорю, ладно, не надо, мама меня очень сильно выручила, она приготовила котлеты, я думала, что будет и красная рыба, и котлеты, но в итоге были одни котлеты, и, конечно, они были очень вкусные. Огромное спасибо моей маме, все-таки бывают такие ситуации, да, и огромное спасибо нашим родителям, что они где-то могут нас подстраховать. Вот такой стол у нас получился, все просто, без изысков, но мне кажется, что все гости остались довольны, и все было очень вкусно. Кстати, у нас в тот день была и Тоня в гостях, если вы не смотрели мое видео, это собака породы Корги. У Тони очень много энергии, и она, когда у нас была в гостях, все хотела поиграть с Рыжиком, но Рыжику, конечно, было не до игр, он все старался куда-нибудь спрятаться от Тони. Вот такой был тортик на прачечном столе, плюс еще были тиройские пироги, и вот этот тортик покупали мы у Палыча, дети его очень любят. Решила оставить кадры со дня рождения, Родион, конечно, был очень рад, и никто не ожидал, что будет такой фейерверк на прачечном торте, в общем, все остались довольны. На этом мое видео подходит к концу, ребят, надеюсь, что вам интересно было его смотреть, и огромное спасибо всем, кто досмотрел его до конца. Если оно вам понравилось, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Встречаемся с вами в комментариях, всегда очень рада общению с вами, до встречи в новых видео, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok